Два спортивных комплекса должны пополнить спортивную инфраструктуру республики в ближайшие два года. Спортивные объекты появятся в сельском поселении Барсуки и в Сунже. Первый будет построен в рамках поручения президента страны по федеральной адресной программе, а в Сунже в будущем году построят трехэтажный ФОК с бассейном в центре города. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. В проекте есть госэкспертина, отведен земельный участок. В федеральном бюджете, я повторюсь, эти средства уже предусмотрены на 2023 год. Это будет трехэтажное здание, трехэтажное здание ФОК с плавательным бассейном, 25-метровым бассейном. Это будет совершенно новое. 25-метровый. Великолепно. В Сунже стоите, прям четко и периодически мне ставьте в известность. Очистные сооружения также закладывать. Аттестацию провести надо всех этих директоров ФОКов, тренеров. Ведь тренер – это не только спортивные навыки, он должен быть педагогом, психологом. И он воспитывать личность должен. Кроме ФОКов, по указанию главы региона Минспорта нужно уделить внимание и установке воркаут-площадок. В каждом населенном пункте республики должны быть такие площадки. Этот вопрос принципиальный. Нам нужно развивать физкультуру, нормативы ГТО, которые вернули-то наконец-то, что их надо сдавать нормально. Составьте мне населенные пункты с главами сельских поселений или городов, где нет их. И давайте посчитайте, сколько площадка обходится? 10 миллионов где-то? Нет, 2 миллиона рублей. Мы будем формировать на следующий год подробно, значит, главами районов, сельских поселений, районов переговорите, определите место, чтобы это было доступное место. Очень важно, вот зараза, которая существует, там всякие вредные привычки и наркомания, которая здесь проросла у нас. И мы должны молодежь отвлекать. Это тоже часть оздоровления. Давайте до 20 февраля берите, значит, и определяйте, значит, наши... Там, где есть потребность. Где есть потребность. ФОК и понятно. Ну, в первую очередь, вот вышел парень, неважно, со школы идет, другая сбросил, любой мальчишка залезет на турник. Главарь Геона считает, мало просто построить ФОК или установить спортивную площадку. Надо притянуть туда молодежь. В этом помогут родители и общественность, но также нужно проводить работу и с самой молодежью. Помогут вовлечь молодых людей в спорт массовые мероприятия, в том числе с поощрениями победителей. Победителям, значит, определим призы, ну, достаточно солидные. Продумайте, какие. Я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч. Ну, не в деньгах дело. Материальные все равно поощрения должны. Вот, поэтому вот эти все вещи продумайте. Обязательно. Это много затрат не нужно. Это не нужно. Но вы, давайте мне, работайте в этом плане. Обязательно вовлекайте оздоровительные физкультурные мероприятия. Они должны идти сплошной. Вот. А потом, в любом случае, вот мини-футбол, я не знаю. Вот те, которые много не затраты, но задействовать надо каждое село, каждое поселок, каждую станицу, каждый микрорайон. Пусть дети постоянно должны заняться. И это ваша забота. Это ваша забота. Занимайтесь этим. По данным министра спорта, в текущем году ведомство провело более 200 спортивно-массовых мероприятий всероссийского и республиканского уровней, из которых 152 выездных. Общее количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях, превысило 4200 человек. Просьба, чтобы четкий был график, и он был доступен на сайте правительства, конкретно Минспорте. Вот сейчас вот уже сегодня надо висеть, чтобы с апреля, какие у вас пойдет график проведения тех или иных мероприятий. Сейчас по футболу, знаете, я принимал и президента этого футбола, и детской у нас футбольной школы. Я так понимаю, нам надо его поднимать. Действенное участие в этом буду принимать. Сейчас я прорабатываю вопрос, который мы можем, чтобы не были голословными, сперва проработаем, а потом уже мы с вами обсудим это направление, потому что нам надо возрождать наш футбол, надо ангуш наш, футбольный клуб республиканский, его надо возрождать. В этом году правительство Ингушетии утвердило республиканскую программу развития детско-юношеского спорта. В следующем году регион планирует запустить информационную систему «Навигатор дополнительного образования детей Ингушетии». Для достижения программных целей регион намерен построить 14 физкультурно-оздоровительных комплексов, 50 многофункциональных спортивных площадок и 10 футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Муслим Ганиев, Новости 24.